Здравствуйте! В эфире информационный выпуск новостей. В студии с вами Леся Нагибаева. Смотрите сегодня выпуски. В селе Акиар прошли торжества, посвященные ко Дню Победы. В районе стартовала акция «Сто родников» к столетию республики. Об этом и не только смотрите прямо сейчас. События суровых лет Великой Отечественной войны коснулись каждой семьи нашей страны. Чтобы никогда не забывать о героях и их подвигах, в селе Акиар прошло районное мероприятие, посвященное празднованию 73-й годовщины Великой Победы. Подробнее в репортажах наших корреспондентов. За период Великой Отечественной войны из Хайбунского района на фронт было мобилизовано и призвано 7059 человек, в том числе 58 женщин. Погибло 1669 солдат, призванных из района. В фашистских лагерях 11 человек. Пропало без вести 1130 человек. Каждым годом в День Великой Победы в рядах участников праздничного шествия насчитывается все меньше людей, причастных к событиям тех лет. Время неумолимо движется вперед, но потомки хотят помнить и знать тех, кто спас мир от фашизма. Вот уже который год наши сограждане отмечают День Победы шествием Бессмертного полка. И на этот раз в районный центр съехались многие, чтобы пройтись по улицам с фотографиями своих предков-героев. Участие в движении сугубо добровольное и подразумевает, что участники акции выходят на нее с целью почтить память своего родственника, ветерана армии и флота, партизана, подпольщика, бойца сопротивления, друженика тыла, узника концлагеря, блокадника или ребенка войны. Бессмертный полк шагает в будущее, опираясь на великое прошлое. Его задача – увековечивание подвига солдат Великой Отечественной войны, сохранение памяти о доблести и героизме народа, осмысление опыта героических предков, восстановление преемственности поколений, а главное – возвращение чувства сопричастности человека и его семьи к истории Родины. Самый великий праздник, я считаю, и каждый год без исключения мы всегда выходим и на парад, и на торжественные мероприятия, посвященные этому празднику. Здесь у меня друг моего отца, друг его детства, они одногодки, но воевали они не вместе, конечно. У него сейчас детей не осталось, поэтому я вот с ним иду. Отец мой тоже воевал, был на Халхинголе, на самых тяжелых местах, у него есть медаль за отвагу. Масштабная акция «Бессмертный полк» является одной из самых главных мероприятий программы, в котором приняли участие представители администрации муниципального района, депутаты районного совета, коллективы организаций и учреждений района, руководители общественных организаций района, главы сельских поселений, молодежной организации. Но основные участники – жители района, которых подтолкнуло выйти, память о близких, чувство сопричастности к общему. В первый раз вот на этом, в «Бессмертном полке» внук захотел поучаствовать в школе, предложили вот и с ним сделали фотографию, рамку и вышли на праздник. Никто из хайблинцев в этот день не остался равнодушным. Более полутысячи человек, в том числе и дети, шли в колонию под чистым мирным небом, с гордостью неся память о победителях. В майский светлый день заветный, через семь десятков лет марширует полк бессмертный, память доблестных побед. Строим правнуки и внуки, победителей войны, словно знамя держат руки, фото воинов страны. Полк шагает по России, все портреты лиц родных, торжество и дед, миссия, полк защитников святых. Мы, наследники победы, обеспечим связь времен, сохраним родных заветов, не забудем их имен. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 кончить только шесть классов школы. Когда началась война, трудился в колхозе учетчиком-счетоводом. В 1943-м пришло время и ему вставать на защиту Родины от немецких захватчиков. Правда, как он признается сегодня, ему тогда было только 17 лет. После военной подготовки он попал сначала на Второй Украинский фронт, где был стрелком, затем служил радистом-телеграфистом в 116-й Александрийской бригаде 8-го механизированного корпуса на 2-м Белорусском фронте. Он прошел много фронтовых дорог, принимал участие в освобождении городов и сел, был дважды ранен и вновь вставал в строй. Несмотря на ранения, Касим Тавлыкаев дошел до Германии. Служил в армии до 1948 года, после чего решил демобилизоваться. О его боевых и трудовых заслугах говорят различные награды. У Касима Акмаловича, как и у других ветеранов Великой Отечественной войны, сейчас счастливая, спокойная жизнь. Война была настоящий ад. Многое не вернулись, остались там на броне. Вернулся вот на мирный труд попал, в родицу трудился, хорошо. Сегодня наши ветераны окружены заботой и вниманием. И каждый новый день с благодарностью смотрят на мирное небо. Николай Арясов, Фаниля Баширова, Альберт Узбеков. Служба новостей. Продолжается ряд мероприятий, посвященных Дню Победы. Традиционный легкоатлетический пробег тоже был приурочен данному празднику. О самом интересном расскажет наш корреспондент. В этот день погода выдалась не из теплых. Сильный ветер, пасмурное небо, но все это совершенно не помешало спортивному настрою участников пробега. Каких-либо возрастных ограничений не было. Участвовали все, кто имел желание, как любители, так и профессиональные спортсмены. Дмитрий утверждает, что пробежать столь длинную дистанцию и прибыть первым очень легко из-за не очень большого количества участников и призывает всех участвовать в подобных мероприятиях. Заниматься начал я в 2010 году, то есть в 2013 начал профессионально заниматься бегом. И все, по сегодняшний день занимаюсь, принимаю каждый год здесь соревнования, участвую, каждый год выигрываю. Люблю бегать, я мне нравится. Пробежал, как-то на душе легче становится и физически разряжаюсь. Старт был дан в Акерском водохранилище и финишировали бегуны на территории детской юношеской спортивной школы. В начале замыкающей части колонны бегущих сопровождали сотрудники ГИБДД и медицинской помощи. Мне не было страшно, я не боялся бежать. А почему? В нужде я бегу уже третий раз с водохранилища до флока. Хочется верить, что такие мероприятия усиливают патриотические чувства гордость за народ, который победил в годы Великой Отечественной войны. Это, наверное, самое главное. По завершению традиционного забега победителей и призеров наградят медалями и почетными грамотами соответствующих степеней и ценными призами. На очередном заседании Совета муниципального района депутаты утвердили отчет об исполнении бюджета за 2017 год. Согласно повестке дня было информировано, что за 2017 год в консолидированный бюджет муниципального района Хабинский район Республики Башкортостан поступило доходов в сумме более 930 млн. рублей. Выполнение плана обеспечено на 105,2%. Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме более 385 млн. рублей с увеличением к 2016 году на более чем 90 млн. рублей или 30,7%. Расходы консолидированного бюджета за отчетный период 2017 года профинансированы в объеме более 945 млн. рублей или 99,4% к уточненному плану. Бюджет муниципального района Хабинский район Республики Башкортостан за 2017 год исполнен по доходам на сумму более 905 млн. рублей. По расходам 915 млн. 488 тыс. рублей. В рейтинге муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан по 7 показателям доходов местных бюджетов. За прошлый год Хабинский район занял первое место. По доле налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов местных бюджетов среди муниципальных районов поднялись на седьмое место. Рост недоимки по налогам в местные бюджеты сократился и занял 12 место. «Живи родник» под таким названием в районе стартовала акция, объявленная Башкирским отделением Русского географического общества. К столетию Республики Башкортостан запланировано обустроить 100 родников. Первыми к акции присоединились жители деревни Валитова. Наш корреспондент продолжит далее. Бұл шишменің ісімі біз баш құлықты бейтәрінді бұнда. Сөнкі біздің ауылға ең яқын құлық ұшында көптер мұна ұшында. Хауалалар, хауаның тәмілі, сүсі, әлі мұна нұқлап тазарып кетмеген, ләкін әлі қайнаты бістірге мүмкін енді. Шүр әлі шишмәғе, қараға, сырауташ, ташмәсет, башмақ құйығы, елға башында бұлған ақ көл шишмәғе. Валит ауылы бік оңайлы ерді ұрынлашқан. Бұнда әрбір ұрында түйірлік шишмә ұрғыла. Шоның үсін нен дегені құрылық бұлғала елға хауы кепмей. Ауылдың ағынайы зифа еді әрі вайтылынса, бұл тирайындың атамахының тарихыла бік бай. Елғаның ісіміне келгенде енді, бұл елғаның ісімін айғырат қантып ерділер. Сөнкі әлік бұна ұшы ұрындарда қырағай аттар көп ергендер. Қырағай аттар көп ергендер, бұна біздің ауылдың ұсында сапат өдегі, сапат тіп етелерінде. Шул яқтардан келіп, ұшы елға бойына келіп, хау ісіп ерген болғандар аттар. Мұна шул аттардың арахында үйір айғыры болған, бік, мотор, қашқа айғыр болған. Шул айғырға ештәрдің көздері түшіп ерген, Әм олар шул айғырды тұтып алырға ойлағандар. Ләкен, хес кен әлі ұны тұтып алырға ойлағандар. Сәміләніп кетіп еш егіттерінде елкін сәктер ұшы айғырды құрықплап алырға атып алырға ойлағандар. Бірден бір күнді ұлар ұнар етіп шул айғырды атқандар, ләкен атып үлтірі алмағандар. Ол яралы келіш қасып кеткен. Мұна біздің ұшы ақ күл, мұна бұл бің сабақлы күл жышмелері, ақ күл бің тігейақта, ең башы илғанын башы ақ күл. Күлеле бар, аның қыдықұла бар. Мұна шулын үстінде қашқа айғырдыған тау бар. Шул тауға барып, еғылып, ең берген. Рус география и эмбрияты икланды акции, тяугелерден болу полеттерден кушылу осырақлы тугел. Ауылдың тиреюне Сынлапта сыганақтарға бек бай. Ауыл халқы ихи орындағы ерху атама легендаларына хақсыл қарашта болырға, усып келусы еш бауынға еткер гетеріша. Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры создавал DimaTorzok